Всем привет! Сегодня посмотрим, в чем заключается ваша формула счастья. Счастье – это понятие философское, и каждый его понимает по-своему. Ну вот посмотрим, что расскажут карты сегодня. Конечно, расклад общий на огромную аудиторию. Но, тем не менее, все-таки, я думаю, что каждый, кто будет смотреть этот расклад, для себя все-таки выделит какие-то основные моменты. Проще говоря, каждый услышит то, что он должен услышать. Итак, что для вас формула счастья? Что для вас формула счастья? Карта маг. Я бы так сказала, что для вас основным моментом формулы вашего счастья является внутренняя свобода. Вы никогда не сможете жить, знаете, ну, в каких-то ограничениях. Есть люди, которые не могут быть свободными в этом мире, им нужно обязательно за что-то цепляться. Им нужно обязательно подчиняться каким-то правилам установленным. Вы – человек, который не сможет жить в такой клетке. Вы долго не можете подчиняться установленным правилам. Вы обязательно вносите туда свои энергии, какие-то инновации, свое видение. Это многих раздражает. Инициаторов не любят. Но при этом в социуме нам изо дня в день приходится быть. И как-то надо там находить свою нишу. Так вот для вас, чтобы… Для вас совет, да, подсказка, чтобы найти свою нишу в социуме, не нужно зажимать в себе свои ресурсы, которые вам даны. А по карте маг ресурс вам дан, ого-го, какой мощный. Вы можете реально менять жизнь вокруг себя. Вы можете менять свое пространство. У вас все для этого есть. Сила, ум, образование, внутренний ресурс, таланты, способности, интуиция, в конце концов. Вот маг – это человек полностью самодостаточный, который вот как готовый продукт для жизни на Земле, для счастливой, успешной жизни на Земле. Вопрос в другом, да, используем ли мы по максимуму свои возможности. В любом случае, карта маг призывает посмотреть вглубь себя и открыть в себе потенциал. Вы там найдете в себе что-нибудь новое. Даже если что-то уже исчерпано, и даже если вы потратили свою энергию на что-то, что не принесло вам результата, все равно где-то ресурс есть в вас неиспользованный. Карта маг об этом. То есть формула вашего счастья заключается в полной реализации вашего потенциала. Подумайте, что из того, что сегодня у вас есть в жизни, да, из тех обстоятельств, в которых вы находитесь, из тех ощущений, которые сегодня присутствуют в вашем внутреннем мире, что вы можете использовать и где вы можете это применить в жизни. Но при этом всегда соблюдайте вот это, ну скажем так, простое правило, да, простое правило. Не подавляйте, не позволяйте подавлять себя вот так. Если люди устанавливают какие-то правила, какие-то границы, постарайтесь тактично тоже эти границы обозначить для другого человека. Потому что, повторюсь, вот социум любит что-то навязывать, социум любит взять другого человека в свой плен, вам там будет сложно. Вот сложно в позиции подчинения, в позиции просто тупого принятия того, что вам предлагают. Ваше счастье в реализации, ваше счастье в инициативе, да, ваше счастье, именно в построении какого-то своего мира. Вот это нужно понимать. В чем ваша формула счастья, удачи? Еще посмотрим. Ух ты, второй старший аркан. Карта Отшельник. Ну, она говорит, в общем-то, о том, что формула вашего счастья это бесконечные изменения какие-то. Не переживайте, если вам приходится очень часто менять работу. Либо у вас там был не один брак, или там отношения тоже были с многими мужчинами, с многими женщинами, да, было много у вас партнеров. Такое бывает, что вот стезя поиска является судьбой, является счастьем. Кому-то быть в одной нише, которую человек обретает раз и навсегда, а кому-то вот быть в вечном поиске. Для вас поиск – это путешествие. Путешествие – это всегда самопознание. Вы растете через поиск, вы растете через проблемы. Если в вашей жизни что-то заканчивается, вы должны легко это отпускать. Не держитесь за это. Вы человек, для которого любая перемена, она к лучшему, она к росту, она к развитию, она к открытию новых возможностей. И пусть вам иногда бывает тяжело в жизни начинать что-то, да, или оставлять что-то. И пусть вы иногда идёте, не совсем понимая, куда идёте. Рано или поздно вы вырулите туда, куда нужно. На бытом карта от шейника. То есть формула вашего счастья не в той стабильности, за которую порой мы цепляемся все в этой жизни, зубами, когтями, да, а именно вот в этом постоянном поиске. Отпускайте всё то, что само уходит, и вы поймёте, что перемены вам к лучшему, вам в плюс. Да, время это покажет очень чётко. Ну и, конечно, это карта про то, чтобы пробовать себя, не бояться в разных сферах деятельности, получать разные знания, саморазвиваться. Да, вот не сосредотачивайтесь на чём-то одном, не концентрируйтесь на какой-то вот одной задачи жизненной. Допускайте хотя бы мысль того, что может в вашей жизни произойти что-то случайным образом, да. Вот, что вы на этой дороге сложной, где у вас поиск бесконечно идёт, можете встретить какую-то приятную случайность, да. Это какая-то встреча судьбоносная. Это может быть вообще что-то, чего вы никогда не приемлили, не могли приемли для себя, да. Что вы никогда не рассматривали для себя. Для вас вот момент случайности играет в жизни очень важную роль. Вот это ваша формула счастья. Ну, ещё посмотрим. Паш Пентакли. Карта говорит о том, что вы в любом случае будете в выигрыше. Ну, и, конечно, она про новые начинания, про новые старты, которых у вас в жизни, судя по отшельнику, будет довольно-таки немало. Вы человек, который должен уметь начать вот всё с нуля. То есть вас не должна пугать ситуация пустоты. Вот когда внезапно что-то уходит, да, буквально из-под ног уплывает стабильность, вас это пугать не должно. Вы должны видеть в этом плюсы. Потому что это для вас как открытие новой двери. Это как расширение вашего потенциала. Это как остановка, через которую вы поднимаетесь ещё выше по жизни, по лестнице жизни, судьбы своей, да. Это какая-то дополнительная возможность, шанс, какой-то бонус свыше, да. Это всё, в общем-то, Паш Пентакли. Какие-то, может быть, несущественные мелочи. Но эти мелочи, когда они сочетаются вместе во что-то глобальное, действительно могут поменять вашу судьбу, действительно могут самым неожиданным образом что-то изменить в вашей судьбе в целом. То есть главное, основное складывается из мелочей. По сути, это вот такое основное значение этой карты. Тем аспектам, которым мы часто не придаём значения, те аспекты, да, которым мы не придаём значения, вот те, на самом деле, сочетаясь со временем между собой, меняют нашу жизнь и действительно могут что-то принести нам положительное, да, могут нам показать верное направление в жизни. Обращайте внимание на мелочи. Это формула вашего счастья. Не бойтесь начать с нуля. Не бойтесь перерождения, да. Карта Паш – это всё-таки рождение. Это как вот возрождение из пепла. Это как второе дыхание в жизни, да. Вот у вас таких моментов было, будет очень много. Очень много. Вам этого не надо бояться. У вас такие энергии очень подвижные. Я же говорю, есть люди, которые вот в нишу сели в одну, и вот они сидят там всю свою жизнь, им хорошо. Их оттуда не вытянешь ничем, потому что им дискомфортно будет жить вот в таком режиме, в таком формате. Да не смогут в этом отшельнике быть, искать что-то вечно. А вы от этого вот питаетесь, да, вы подпитываетесь от того, что вот происходят какие-то неожиданные события, и вас жизнь выбрасывает куда-то. Вы понимаете через какое-то время, что это для вас рост, развитие, да. То есть для вас самое страшное в жизни – это болото. Это где-то осесть на долгие годы. Вот это вот врагу не пожелаешь. Вот такие знакомые у вас есть. Ну, еще посмотрим формулу вашего счастья, в чем заключается. Постоянное преодоление чего-то, постоянное преодоление себя, может быть, в каком-то контроле над собой достаточно жестком. Вот десятка мечей, она не только про что-то плохое, она про достаточно жесткий самоконтроль тоже. Мечи, да, мощная самодисциплина, контроль над собой, над ситуацией. Вот вы не должны в жизни никогда терять контроль над ситуацией. При том, что вы идете иногда не знаете куда, вы должны понимать, что у вас есть жизненная позиция какая-то, да, свое мнение. Потому что режим жизни в поиске, в постоянном, он предполагает, конечно, столкновение с разными людьми, с разными энергиями, с разным опытом вы будете жизненным сталкиваться. Но всегда этот опыт должен, знаете, отражать ваши собственные впечатления об этом мире. Если у вас нет стержня, если у вас нет внутренней самодисциплины, контроля над собой, вас будет носить, как осиновый лист ветром по жизни, да. Вот. Поэтому это карта такого серьезного, жесткого где-то даже характера, такого, знаете, просто тотального контроля над собой, над собой прежде всего. Это вам необходимо. Иногда взять даже в себя в руки. Это вам на пользу пойдет. То есть отношение к себе, как, ну, по полной строгости, да, оно вам только поможет, на самом деле. Ограничения какие-то тоже в вашей жизни, там, питаться как-то правильно, сохранять здоровье, какой-то баланс внутренний энергетический. Вот это для вас важно. Об этом десятка мечей. Ну, вот такой расклад. Надеюсь, что информация была вам полезной. Больше не буду занимать ваше время. Пишите, интересно ли вам эта тема, продолжать ли мне расклады на эту тему. Будем дальше познавать себя или нет. Дайте мне знать. А я благодарю вас всех за просмотр. Надеюсь, что мы с вами встретимся в скором времени. На сегодня все. Всем пока. Продолжение следует.